я вам дам интервью когда буду спать ну я вообще хотел сказать что фильм-то у вас про панки 90 а я уже в 90-м был панком как бы то есть я могу сказать там панк 80-х вот так потому что у нас первые панки именно в 80-х годах появились я не имею ввиду может какие коллективы которые там играли каком-то там панк-рок а именно сами панки как как люди время такое было другое не как вот сейчас когда молодой человек там захотелось как-то выделиться он там уже все знает интернет там все есть информация как чего и кем стать как говорится хочешь космонавтом хочешь пожарником а тогда не было как так выбора и был выбор так четкий детский сад школа институт ну или пт у как и мы позже узнали все скорее всего пт у и потом какой-нибудь завод или фабрика и все а потом на пенсию то есть такой был путь а хотелось в этой такой серые однообразные скучные жизни какой-то радости что ли и самое для себя вот так лично ощущение какого-то и вообще не какой-то свободы потому что панкает как такое выражение свободы она она эта свобода у каждого там человека разная насколько человек себе может ее позволить сделать такая она у него и получается я уже в то время как бы слушал всякую допустим ну западную музыку и интересовался конечно там это название метам названием альбомов там а это плюс опять же какой-то там слова слова со словариком знания английского языка а раз знание английского языка значит интерес самому языку откуда он то есть как бы постепенно все интерес как живут люди ночью интерес возник как люди вообще живут не как у нас где и как они живут как не как у нас как как они так живут и стал такой интерес то есть книжки читал ты смотрел фильмы какие-то ну подчерпывал какую информацию которая выдавалась средствами массовой информации как на то время и все это в голове складывал 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 складывался и когда вот например самая стала появляться такая информация о панках такие такие были маленькие книжечки популярные типу там про всякую молодежь западная но они были с критическим как бы таким смыслом но мы из этого критического смысла что-то находили я говорю мы потому что я дружил с парнем который жил в моем доме и мы с ним вместе как бы все это обдумывали это же не просто как сейчас там человеку набрал в гугле и слова панк ему все выдало мы обсуждали между собой что может быть по панковски а что может быть не по панковски мы так выбирали можно сказать смаковали каждую косточку а часто что взял кусок мяса жареного под названием пан ты ешь его когда мы только начинали все узнавать в те времена это еще 80 это примерно там 82 год там 81 то конечно до нас дошли слухи они уже тогда были на западе что есть там левые правые ну но это как бы видимо связано немножко как я уже позже понял это например с британским национальным фронтом связано потому что мы как бы больше подчеркивали информацию о британских фронтов поэтому как бы но так как информации было мало мы не знали что это такой там левые правые мы как-то себя с другом типа клевом мы себя самое как-то ну самое определили потому что как-то правые конечно это так как я все-таки стране так живу советском союзе тогда был тогда еще советский союз между прочим вот то есть как-то все-таки идеологическое воспитание у нас было конечно не право и хоть и в чем-то это была альтернатива коммунистам но мы как бы же не были совсем там нацистами но мы с другом я имею ввиду не не говорю про других там может другие там наоборот там и зигу кричали там не не знаю ну допустим ну я как бы вот но так как на то время вообще практически панков не было ну и тут 80-е года то мы как-то определили клевом что мы этими никакие мы не правы и там никакие там но это было не политика это было просто так название что мы что мы вот такие вот панки тогда не было такой политики что там банки с планками там из-за чего-то там ссориться изначально как был панк ну а социальный такой элемент и наоборот он политика вся прийти прийти лара ну я как бы себя отношу чтобы политику мне интересует и ну конечно как человек она меня интересует чтобы я же не всем дурачок я в курсе был кто у нас президента кто в америке президент хоть я знаю ну допустим на выборы я не хожу то есть я не участвую ну или стараюсь не участвовать в политике немножко разочаровался несколько лет назад в нынешних как бы движениях в головах этих людей мое время когда нас было мало то есть я имею ввиду панков мы как-то дружили а тут если можно сказать тусовка или как они там называют себя не знаю у них в тусовке 20 движений ну я примерно ну 50 движений у них один за рыбок другой за птичек у меня третий там за лягушек грубо говоря один там не ест то другой не курит это ну как-то странно все это к вырождению как-то видел по-моему это не движение вот а вот сейчас а может может она у многих молодых таких заполитизированных панков это может движение а у нас это было течение это было течение жизни и она естественно как бы как то есть она вот в 80-х годах она у меня так естественно идет и в общем а я очень приплыл вот вот к нынешнему состоянию на 2015 год как говорится вот как вы меня видите сейчас то есть если может быть я был бы в движении в каком-нибудь может я уже был бы мертвый тогда было немножко опаснее по праве говоря но опаснее было что на улицу не выйдешь особо так если бы я в таком виде бы в 90-х ходил бы то у меня было несколько было наверно же стычек бы по улице пока я дошел туда пусть просто с хулиганами с гопниками с такими конечно ходил на концерты даже в другие города там ездил специально посмотреть на другие группы которые допустим не выезжали к нам а потом там себе играли ну как раз пурген это 90-е годы когда но как бы и до пургена были группы но просто они были менее известны но самое там известное чудо-юдо принципе панк-рок это музыка вообще а в общем это панк называется про одежду это сейчас магазинов там штук пять в москве где можно купить одежду а у нас-то не было никаких магазинов мы делали одежду сами а делали ее каким образом мы переделывали какую-то одежду обыкновенную делали из обыкновенной одежды панковской то есть еще одна формула моя у панков нету женской или мужской одежды у них есть панковская одежда поэтому если вы там увидите панка у которого там допустим не на ту сторону пуговицы это ничего не значит это у него он панк и у него панковская одежда они мужская и женского у меня несколько всяких фишечек которые такие панковский козу вот именно про ботинки у каждого панк должны быть ботинки на на два-три размера больше а для чего а потому что когда ботинки больше размером походка другая становится она становится панковская и плюс они ботинки становятся как такие как бы клоунские они том что длинные и многие обращать внимание на ботинки а если меня ботинки были моего размера они бы не выглядели так красиво панк это не значит что дурак такая панки не употребляют наркотики а история сидвишесом совсем отдельная потому что это подсадила его наркоманка найти по любви но все-то говорят вот панки наркотики принимает вот сидвишес как бы и я буду а это нет у панков было даже в английский панков была такая теория что не употребляем наркотики а пьем пиво и красное вино в английский панк наркотики были у хиппи я не употребляю наркотики и не курю с восемьдесят шестого года то есть до 90 а вот выпивать перестал в 2000 году а